Ребята, всем привет! Меня зовут Сагир Иван, это мой канал Мистер Кэт. И сегодня мы будем сравнивать уникальные артефакты Скайрима и Обливиона. Друзья, у меня уже было первое видео, где я сравниваю диэдрические артефакты Скайрима и Обливиона. Потом обязательно зацените ссылочка внизу. Ну что, смотрите, узнали меч? Стеклянный, да, друзья? Это уникальный стеклянный меч под названием... На фоне мой сынок Ванюша. Ну, для тех, кто не знает. Как всегда. Охладитель, друзья! Наносит цели. 30 единиц урона холодом. Дает шанс парализовать. Цель на 2 секунды. Ого! Это оружие, кстати, я еще показывал за это оружие, как получить на первом уровне. Но лучше его получать после 25 уровня. Поверьте мне. Так, а ну-ка давайте его затестим. Дает шанс парализовать. Пока не видно этого шанса. Ну, он есть. Ага. Нет. Теперь давайте посмотрим версию Обливиона. А вот в Обливионе, друзья, у него уникальный вид. Вы посмотрите. Льдышко. Льдышко-меч. Вау. Урон холодом 20 и низ при ударе. Уязвимость к холоду 35%. Вау. Давайте его затестим. Ну что, друзья, давайте протестируем на Огре. Ого. Черт, друзья, это вам не Скайрим. Ого. Иди сюда. Замерзай. Сопротивления к холоду, я думаю, у него нет. Да. Если что, подскажите. Ого. Ребята, это на средней сложности. Обалдеть. А теперь вот такой вот страшный посох Шеогарата. Конечно, вы его сможете приобрести только в Скайрим Спешл Эдишн. Запомните, и он есть в Обливионе. Давай посмотрим его характеристики. Цели, если сопротивление не сработало, парализуются на 10 секунд. Хм. А ну-ка, пойдемте затестим. Ребята, привет. Вау. Но, друзья, если они парализуются, то вы не можете нанести им урон. Никакого. Видите? Все встан. Хо-хо, давайте версию Обливиона смотреть. А вот так вот, друзья, он выглядит в Обливионе. Тоже очень страшный. Тоже очень страшный. Черт. Голос Шеогарата на 75 футов на 15 секунд на цель. Хм. Давайте затестим. Тестим. Вот так вот, друзья. Он просто замирает. Второй. Хе-хе. Но, если вы нанесли, то оружие также не может нанести урон, друзья. Этот посох, чтобы быстро-быстро-быстро свалить. Ого. Класс. Ну, это бритва Мирунуса. Дает 0,2% шанса на мгновенное убийство. При попадании есть небольшой шанс мгновенно убить противника. Но, друзья, в Обливионе как бы нет бритвы. Но я кое-что очень похожее нашел. Вот, друзья, смотрите. Это же наша бритва. Но нет. В Обливионе он называется церемониальный кинжал. И никаких чар не дает. Хм. Ну, друзья. Это точно бритва. Точно. Вы посмотрите. Хе-хе. Обалдеть. Может, я чего-то не знаю? Если что, напишите в комментариях. А это лук. Гибельная грань. И его, друзья, вы сможете получить только в Skyrim Special Edition. И да. Он был в Обливионе. Вы только посмотрите на этот эпичный лук. Живой. Живой лук. Этот глаз просто смотрит в душу. Просто в душу. Случайным образом применяет к цели один из этих эффектов. Мороз. Демориализация. Бешенство. Высасывание магии. И паралич. Вау. Ну, давайте. Давайте на него посмотрим в Обливионе. А вот так вот. Совсем не похоже на Skyrimовскую версию. Выглядит он в Обливионе. Хотя, видите. Сверху это змея. Да. Ну, здесь просто вот такой вот. Вот такой вот лук. Вот, смотрите. Гибельная грань. Случайный эффект при ударе. Паралич. Походу, те же самые эффекты. Это, наверное, бешенство. Это, наверное, тоже. Ну, просто я один. А, это что? Я ему восстановил жизни, что ли? Да, друзья. Тоже разные эффекты. Но, почему-то здоровье у него меньше не становится. О, чёрт. Ну, это больше для скрытности, да. И паралич на пару секунд. Ну, мне закончили стрелы. Ну, в принципе, мы попробовали. Чёрт, чёрт. В Skyrim мне нравится больше. Очень, очень всем известный артефакт. Клинок. Горя. Да, этот клинок вы получаете в конце Тёмного Братства. Или в самом начале, если будете его уничтожать. И что же он даёт? Поглощение 10 единиц здоровья. Хм. И всё? Такой маленький бонус. Но такой клинок есть и в Обливионе. И бонусы там куда круче. А вот, друзья, версия The Elder Scrolls 4. Обливиан. Вот так вот клинок Горя выглядит в Обливионе. Но вы максимальные бонусы получите только в самом конце Тёмного Братства. Зацените их. Повреждение Сила Воли. 35 единиц при ударе. Повреждение Здоровья. 35 единиц при ударе. Деморализация. До 10 уровня на 5 секунд. Повреждение Магии. 35 единиц при ударе. Ого, друзья. Ого. Какие крутые бонусы. А почему в Skyrim такие слабенькие? Может быть в Skyrim тоже нужно что-то сделать правильно? И тогда клинок Горя обретёт истинную силу. Как вы думаете? А? Невероятный артефакт. Его величество. Теневик. Очень, очень мощный меч. Его вы можете получить только в Skyrim Special Edition. Или топор, друзья. Чёрт, как же оно эпично смотрится. Ха. Теневик. Цель на 15% становится уязвимой к магии, друзья. На 30 секунд. Вы только зацените. Тут уже Саблезуб с этими ребятами справляется. Ага, эффект. Вау. Так, ещё. Девочка. Бедненькая. Бедненькая девочка. Ну теперь давайте посмотрим на версию Обливиона. В Skyrim'е Теневик очень, очень похож на диэдрическое оружие Обливиона. Ну вот, смотрите, меч. Ну реально, по-моему, копия. Или топор. Да? Да. А вот смотрите, как выглядят реальные артефакты в Обливионе Теневик. Не знаю почему, но у меня, наверное, какой-то глюк. Потому что меч выглядит вот так вот. Как будто текстура не законченная. А топор выглядит вот так вот. Что это? Это изначально так и должно быть? Или у меня просто в игре глюк? Друзья, напишите мне. И давайте посмотрим бонусы. Топор. Повреждение здоровья 30 единиц при ударе. Уязвимость к магии на 15% на 30 секунд. Но более мощный бонус. Более мощный. Ну это, честно говоря, для меня загадка, друзья. Изначально, наверное, все должно выглядеть вот так вот. Не знаю. Не знаю, если что. Напишите. Ну что, на этом все. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И комментируйте. И пишите, какой артефакт вам понравился больше всего. И делать ли третью серию. По сравнению оружие, брони, или может быть даже квестов Скайрима и Обливиана. Все, друзья. Счастья вам. Добра и пока.